Для этих увлечённых мальчишек управление радиомашинами нечто большее, чем просто техническое творчество. Каждый из них видит себя в будущем настоящим конструктором серьёзных моделей или даже кораблей. Именно поэтому в очередной раз на конкурсе так много работ. Оценивали инженерные таланты участников по ряду критериев, такие как высота полёта, время прохождения дистанции, правильность преодоления препятствий и многие другие. Необходимо не только научиться правильно владеть пультом управления, но и разбираться в технических деталях, так как модели очень хрупкие, они при некорректном управлении ломаются, их надо подзаряжать, надо разбираться, что это за модель, какой у неё двигатель, какая мощность, какие бывают запасные детали, как проходить правильно, повороты, либо взлёт, посадку. Управляя мечтой, конкурс относительно новый для Бреста. Проходит он в городе только в четвёртый раз, но с каждым годом интерес учащихся к этому виду деятельности только увеличивается. Пропорционально с этим повышается и уровень предоставляемых на конкурс работ. Это мероприятие пользуется успехом среди учащихся учреждений образований. В основном это, конечно, мальчишки, потому что техническое творчество – это ближе к ним. Поэтому сегодня будет интересно, очень увлекательно. Ребята хвастаются своими моделями, своими возможностями. Преимущество этого квадрокоптера в том, что тут идут препятствия зигзагом, а когда вертолёту надо поворачивать, он будет поворачивать и только тогда наклоняться. А квадрокоптер, он же будет просто вот так вот велять. Порядка пяти десятков участников собрал в этом году традиционный городской турнир. Количество действительно немалое. Победители городского этапа смогут представить Брест на подобных областных и республиканских стартах.